Ну и о том, кто вроде бы уже вырос, но всё хочет расти и расти дальше. Хотя уж, казалось бы, у Филиппа Киркорова есть ну всё. Но у него ещё не был альянса с Франко Драгоне. Это постановщик с дюжиной шоу-цирка Дю Соле и поистине знаковых номеров Селин Дион и Кали Минок. О смычке Драгоне Киркоров. Олег Пакшин. Это эксклюзивные съёмки первой репетиции Филиппа Киркорова с новым шоу-балетом. Труппу специально собрали для грандиозной юбилейной концертной программы певца, которая стартует весной. Но первые рекорды будущего шоу уже сегодня на кастинге, чтобы попасть под танцовку к Филиппу. Конкурс почти 100 человек на место. Просмотрели около 3000 людей за эти дни, а осталось всего 35. Местом для кастинга, какого ещё никогда не было, стал самый большой съёмочный павильон столицы. Похоже на эти пробы в главкино приехали все танцоры Москвы, почти вся Россия, многие из СНГ и даже из очень дальнего зарубежья. Все танцоры мечтают танцевать, очень крутые программы и останутся известными. И каждый ждёт от шоу. Что-то очень-очень яркое и большое. Киркоров уже не раз удивлял российскую публику революционными для нашей эстрады шоу. Это он привёз в Россию знаменитый мюзикл «Чикаго». Это его последнее шоу «Другое» стало самым гастролирующим проектом России и проектом-долгожителем. За пять лет почти полтысячи концертов и везде на другом были аншлаги. Но по-другому у короля эстрады, кажется, и быть не могло. Огромное спасибо за эти пять лет всем зрителям, которые посетили это шоу по всей стране, ближнему и дальнему зарубежью. И начать новую, открыть новую страницу, которая называется «Я». Этот невысокий по сравнению с Филиппом итальянец сегодня режиссёр номер один в мире. Франко Драгона поставил, внимание, 12 шоу для знаменитого цирка Дюссалей, включая знаменитую «Алегрию». В последнее время свои постановки любят назвать просто одной буквой. Например, «О» или «Ка». Вот у Икеркорова название шоу короче не придумаешь. Я хочу ему дать полный фридом. И если даже мне что-то будет, кто-то, например, мне кто-то понравился, а он его не возьмёт, я не буду говорить «Франко Айнидис, я хочу этого человека». Я не буду, я ему доверяю. О том, что Франко его режиссёр, Филипп Киркоров понял ещё 10 лет назад в Лас-Вегасе. Увидел шоу «Селин Дион» и узнал имя, кто же режиссёр этого шоу. И оказалось легендарное имя великого Франко Драгона. Своей очереди на Драгона Филипп дождался. И пресса уже гадает, насколько выше, чем «Селин Дион», он взлетит над сценой. Мы думаем, Филипп летает в своих фантазиях и воображении куда интереснее, чем нам может предложить лебёдка. Если Франко зачтёт необходимым, чтобы я летал и делал трюки опасные, то я готов на эти трюки идти. Зная цирковые предпочтения режиссёра, танцоры на кастинге готовы танцевать даже на ходулях. Это даёт ширину движениям, амплитуду и воздушность. Хореограф нового проекта – знаменитый Тони Теста. Это он ставил танцы в шоу «Кайли Минок» Афродита. Ищем лучших талантов, ищем самых ярких исполнителей, великих танцоров и страстных артистов, забираем в шоу «Я». Кастинг-шоу – это открытый урок, своего рода бесплатный мастер-класс. Поэтому даже те, кто не прошёл в труппу, совсем не в обиде. Даже если мы не пройдём, и у нас не получится, мы получим колоссальный опыт. К новому шоу предстоит пошить более 400 костюмов. Бессменный модельер Киркорова Валентин Юдашкин обещает, что на сей раз мы увидим Филиппа настоящим. Что называется, без масок, перья в золотые стразы. Вот яркость, а душа у него совершенно иная. Новое шоу Филиппа Киркорова ждут миллионы поклонников в большой стране. Премьеру видеоклипа на одну из своих новых композиций Филипп Киркоров устроил прямо в нескольких сотнях метров от Кремля. Этот праздник в гостинице «Москва» – лишь проба пера перед большим музыкальным представлением. Уже в марте Филипп покажет своё новое шоу с другой стороны Кремлёвской стены. Сделать такую генеральную репетицию перед шоу «Я», размяться, немножко размяться, посмотреть, что происходит, какое впечатление производят новые работы. Премьера шоу «Я» в Кремле продлится целых три дня, а сразу после артиста отправится в большое мировое турне. Олег Пакшин, Виктор Мамаев, Сергей Рубанов и Виктор Виноградов. Вести в субботу. Продолжение следует...